всем здравствуйте всех приветствую вы на канале family hobby это наше оливковое деревце вот оно такое в горшке и мы начали свои вот горшочные эти растения которые у нас находились в теплице в оранжерейке выносить на улицу тем более что многие из них начали цвести и вот олива тоже начала распускать свои цветочки даже во многом уже вот сверху отцвела остались только в нижней части такой сформировалась деревце мы и хотели формировать на штамбе ну вот неожиданно нижние ветки очень обильно начали начали образовывать цветочные почки и вот сейчас они как раз цветут такой интересной цветочек такой метелками такими конечно они уже мы были в поездке и вот снимали оливы в поездке получается а наша олива домашняя тем временем целого и так она уже вот поэтому кто смотрел вот мой предыдущий ролик такой ролик объявления по поводу ботанического нашего путешествия смотрите пожалуйста мы у своих там видео отчета показываем очень много цветущих олив других деревьев много у нас наш таких прогулок были мы в турции там все очень цветет сейчас интересные получились съемки да это вот такое на уши деревца привезли мы его из египта прошлой зимой это было я думаю очень экстремально потому что ну вот так растения с южной стороны тем более у нас такая уже жесткая была зима сугробы а там тепло хорошо и вот растение попала в такую экстремальную зимовку сразу плюс пять ну нас в теплице плюс пять но тем не менее я наверно отнесу это растение все таки хорошо таким выживающим растением хорошо она растила веточки и вот даже неожиданно зацвело очень много осыпается пыльцы и много летает на ней пчел даже кисточкой не надо я думаю лишнее кисточкой пылять махать если мы суждено пылиться пчелы свое дело сделают удивительно конечно вот это все цветение совершенно экзотика оливковое дерево до в домашних условиях да еще и цветет я думаю будет еще более удивительно если она завяжет плоды хотя например в италии в греции вот такие оливковые деревца такие пострижены в вазонах пострижены шариками они украшают просто балконы такие большие их террасы и они все потом просто облеплены этими оливками они такие не очень крупные мелкие они даже их не срывают зачем они там птицы объедают эти оливки смотреть пчелки летают что касается ухода ну пожалуй самое большое такое условие то наверно прохладная зимовка потому что все таки растение субтропическая да и нужно обеспечить ему такую прохладную зимовку хотя это знаете это ведь наш опыт с зимовкой а может она вполне будет и в квартире хорошо зимовать у нас сейчас 3 дерева получается и вот на будущее конечно нужно попробовать оставить одну такое растение в условиях квартиры в условиях зимнего отопления дома чтобы она в доме просто перезимовала попробовать зимовкой в доме не кажется что должно быть все нормально то есть это ведь не листопадное растение этой зимой мы еще привезли две оливы и одна сразу сбросила листья ну конечно экстремально все зима привести дерево зимой полностью листья сбросила но весной выглядела совершенно такое я даже стекатором под надрезал там смотрел как внутри себе зеленый или нет но весной ближе к весне она выпустила молодые листочки вполне вполне все очень ожила ожила нарастила молодые листья даже это выглядит лучше чем та вторая которая есть и не сбрасывала тут потому что молодые вместе смотрится и пожить по свежее покрасивее надо одну конечно вот это вот у нас видите на такой палочки мы подвязали надо ее потом будет сделать обрезку и сформировать ее попробовать на штамме остальные две конечно они совсем такие кустиком растут и несколько у них стеблей поэтому скорее всего они так и останутся такими в кустом в кустовой форме но мне это растение тоже очень нравится такое приятное у нее такой средиземноморский вид ну что говорить олива настоящая олива вот поэтому вполне возможно такое я бы отнес его к одним к одному из из неприхотливых растений субтропических именно я думаю что вполне в условиях квартиры она выдержит и справится то есть мы когда привезли его получается мы не сразу конечно же понесли в теплицу где плюс 5 до то есть мы оставили в доме в доме она где-то стояла наверное недели две недели две вот ну сколько в доме плюс 20 плюс 22 градуса то есть для того чтобы пересадили конечно сразу потому что грунт там такой весь какой-то клейки липки непонятно чтобы она немножко схватилась корнями нормально чувствовала себя она же хорошо еще кстати олива черенкуется то есть вот эти вот череда вот эти макушечки вот их конечно нужно уже подстричь обрезать такие макушечки и они хорошо укорениваются этому нужно будет их когда будет мы будем после цветения уже пустят цветет подстригать попробуем по укоренять тоже что такое удивительное качество я считаю для растения тем более для дерева не каждое дерево до черенкуется хорошая такая приятная неожиданность ну вот друзья такое у нас деревца такая олива такие на ней цветы пчелы одним пчелы не отлетают одна то другая подлетает вполне возможно выращивать ее домашних условиях приобретайте покупайте а мы будем делиться опытом показывать дальнейшее ее развитие всем пока